43-й театральный сезон преднестровскому зрителю преподносит сюрприз – сказку для взрослых о потерянном детстве. Именно так охарактеризовал основную мысль спектакля режиссер-постановщик «Маленького принца» Дмитрий Ахмадеев. Это произведение не может не затронуть любого живого человека. И это настолько такая душевная, можем так сказать, даже заноза, которую хочется выразить, которую хочется сказать. Но посмотрев «Маленького принца», я думаю, что каждый человек поймет, что обурлим ли мы, а как нужно бурлить, а что нужно делать-то вообще, а как нужно жить. Цитата из маленькой книжки известна всему большому миру. Экзюпери не случайно выбрал ребенка главным героем своего произведения. Представляя окружающий мир его глазами, он заставляет задуматься о том, что мир должен быть не совсем таким, каким его делают взрослые. Что-то в нем не так. И поняв, что именно, взрослые должны постараться исправить это. А «Маленький принц» – проводник в мир детства. Над этой ролью, признается его исполнитель, молодой артист Олег Фогелев, придется работать всю жизнь. «Сложность этой роли, наверное, в том, что нужно быть искренним во всем. Перед собой, перед людьми, перед пространством, в котором ты работаешь. Во всем абсолютно. Я надеюсь, что детство до сих пор со мной, и я его никогда не потеряю». В спектакле заняты студенты театрального отделения ПГУ, молодые и уже именитые артисты. Их герои заставят зрителя изменить угол зрения на привычные явления, говорят в театре. Подведут к достижению очевидных истин. Нельзя прятать звезды в банке и бессмысленно их пересчитывать. Нужно беречь тех, за кого ты в ответе, и прислушиваться к голосу собственного сердца. Все просто и одновременно сложно. «Мне очень понравилось. Я раз десять, наверное, плакала. Очень хорошие, молодцы». «Просто слов нет. Весь под впечатлением. Слезы текли. Вот. Замечательно». «В одном дыхании, то есть, затаить его, выдохнули только в конце в самом». «Очень удивлен, поражен. Здорово. Море эмоций. Интересно, конечно». И еще. «Маленький принц» заявлен на участие в Международном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «Молфест Рампа.ру». Он состоится в конце ноября в Кишиневе. Юлия Белянская, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. Юлия Белянская, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. Продолжение следует...